здравствуйте друзья ну все дошел я до мультиплексоров вот и надо уже что-то железо делать потому что уже так в теории в одной как бы не интересно скучно учить и наверное уже надо сам язык верилок уже как язык до в первом приближении его синтаксис учить и семантику вот в ближайшее время в ближайшие недели этим займемся помимо курса с hd убийцам мы уже так примерно поняли про модули моджул там declaration да примерно поняли как чего писать но это мы в той части в которой соответственно рассказывалась вот вся эта история которую мы с вами которую я прочитал рассказал вот язык наверное весь верилок этим не ограничивается но я слышал что есть что почти у всех языков есть синтаксис и семантика вот мы синтаксисы и семантики и начнем ну там наверно там вот эти вот знаки операторы всякие языка вот но это присказка была поехали дальше 2 ту 1 мультиплекс а креет иван бит white white ту ту ван мультиплекс значит перевод нам помогает делать но если озвученный то яндекс переводчик каждый вид этого выходного вектора должен указывать отличается ли соответствующий входной бит от своего соседа слева что-то было знакомое такое начинали оператор кант и фалс легче читается троичный оператор тернари и тернарный мы еще говорим да ну хорошо давайте посмотрим как бы это ну первое что ассайн по другому никак не получается у нас да ассайн выходные сигналы равно входные выходной у нас аут аут равно так так ну и голову мне ломать не охота давайте вот так вот скопируем копировать сюда вставим так иногда не надо голову все ломать надо просто открыть тех задания дай посмотреть что надо и не выдумывают слона так и велосипед но за тернари оперейта копировать так значит у нас конд сэл будет да сэл вэнс не вэнс ладен чуз б ага да сэл да да сэл сэл выбор да тернарный оператор ну я даже не по памяти это делал я вот тут вот где даже вот смотрю вот они туда на даже мог бы условия сэл теперь беру здесь вот так раз вот вэнс 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 и втро ю втро ю втро ю у нас единица вэнс сэл 1 чуз б значит сюда поставим б да б раз вот а втро ю фалсэл а фалсэл это у нас 0 то сюда чуз а выберите а ну вот так вот и выберем А. Вот так. Раз. А. Раз. И вот так. А вот равно. То есть, если у нас придет сюда 0, мы выберем B. Если придет... Вернее, если 0, то выберем А. Если B, то... Если 1, то выберем B. Ну, вот так, да. Давайте. О чем мы тут? Все, наверное, да? Что тут еще мудрить? Submit. Раз. Ну,га. Так. Пока все красиво идет. Смотрите, я уже почти без ошибок все делаю. О! Has no much. Ну, давайте вот здесь посмотрим. 0, 0, 0. Sell 0. 1, 0. Sell 0. Получается 0, 1. Да? О! Sell 1. У нас тут 1, 1. Красиво. Так. И out. Вот. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык. Тык-тык. Вот. Все красиво. Топ Моджулия. Так, давайте посмотрим, как они предлагали. О! Нет! Они по-другому сделали. Смотрите как. Давайте возьмем их. А нам рассказали по-другому. Нам сказали вот... А здесь как. Sell или b. Или. Да? Или это у нас конъюнкция. Сейчас. Multipass. Ну, сейчас. Или. То есть, как бы это выглядел в логическом элементе. Да? На чертеже. Сейчас я вам найду. Или. Multipass. Ой. Или. И. Вот. И. Они же там по-и. Это таблицы истинности. Так, похоже. Какая-то. Multipass. Потом идет второе. И. Там. Не sell. И-и. О! Multipass. Потом мы прям сможем собирать такие вещи. Да? На картинках. Но это потом. Multipass. Так. Или. 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 Про или, наверное, целую надо будет сказку мне рассказать. Их очень много. Их 4 штуки у нас. Смотрите, сколько много. По и 2. Буфера там унарной операции 2. А по или, смотрите, сколько много. Но нас сейчас интересует вот это. Дизъюнкция. Да? Дизъюнкция. А дизъюнкция это по-другому логическое сложение. Если у нас... А если... Как они это говорят? Ну ладно. Забыл, как называется. У нас равно нулю тогда и только тогда, когда на входах или там выражения, высказывания ложные. Или нули на входах а мы сейчас я писал, видели, да, что ноль это соответственно ложь. А истина будет на выходе или единица тогда и только тогда, когда на любом из входов будет единица. Хотя бы одна единица. Вот так. И или... А, ну или я сказал. Теперь нот вот еще у нас там мультипасс, да, отрицание или инверсия. Сегодня как раз мы... Я изучал, а так вот может, да, не хочет видеть. Ну ладно, отрицание, инверсия. Один тогда и только тогда, когда на входе ноль. А ноль тогда и только тогда, когда на входе единица. ну вот так. Мы это все разобрали, да, и можем нарисовать эту схему. Ну, как бы это было? Значит, вот так. Давайте я сейчас вам... Так, так, так. Где моя И? Ну, А и Б у меня нет. Это мы... А, вот А и Б есть. Вот, сейчас подождите. Так. Это отрицание. Сейчас. У нас бы было бы, да, вот такой вот значок. Где, 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 где? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Вот такой. Здесь вот А и Б. Да? Потом не. И точно такой же значок. Только здесь бы еще вот так стояло. Не А, Сел нет. Ну, на один... Ну, вот А А вот Б был бы там какой-нибудь еще Сел. Тут вот здесь, допустим, Б, пускайся. Но нет. Не получается так. У меня еще сигнал Сел нужен быть. Сюда приходит Сел, да? Потом второй точно такой же надо распечатать Сел и Сигнал А, Сел и Сигнал Б. Вот два таких пари. Потом один из Селов он еще вот с такой штукой бы сюда заходил, да? Вот так. Один. А потом это бы и вот с этих двух таких И зашло бы вот на такое ИЛЯ, да? И вот это был бы наш Сигнал АЛ. Это вообще говоря скоро надо прорисовывать нам будет. Уже пошла такая интересная логика элементарная, да? Логика элементов. Вот нас это же больше интересует, да? Так. Макс экспрессит из энд энд ор. Вот. Давайте сейчас это озвучить. Макс экспрессит из энд энд ор. Вот. Мультиплейсор выражаемый как и и или. Так. А можно тернере мы с вами сделали. Так, давайте мы вот так прям раз копируем и вставим к нам сюда. А наши вот как у них закомментируем. Тык-тык и сюда встанем. Вот так. Ctrl-V. Вот так. Там не больше. Операторы из EasyTurid и Specialist Vector с A-Ust. А у нас такого нету, да? Вот это EasyTurid мы вот сейчас вот так вот. Ну, чтобы потом нам читать было удобно. Давайте так. И вот здесь вот так делаем. Раз. О, Submit сейчас делаем. Так, ну все. А там еще. Так, и мы тут должны помнить, да, меня осенило, я вспомнил, что вообще говоря, все эти языки, они могут вот использовать один и тот же язык, можно использовать при описании схем разные уровни абстракции позволяет язык и его синтаксис и семантика. разные уровни абстракции. Значит, на уровне Gates Level, да, то есть на уровне элементов RTL уровень. Вот. Мы будем вот на таком мультипассу. Лучат. Так, ну все, это мы сделали. Так, надо уже мне начинать за временем следить. Так, что в следующий раз у нас будет? В следующий раз create 100 bit white 2 то 1 multiplexer 1 1 ну и то же самое он предлагает только на 100, чтобы мы знали, что нет никакой разницы, что 100. Это будет точно такое же решение, как и предыдущее. Вообще никакой разницы не будет, потому что для тернарного оператора, ну какая ему разница, да? Будет то же самое решение, можно было сейчас его сделать, но мы отложим на завтра. Все, на этом все. Так, до завтра.